Давайте сегодня мы вам расскажем о наших рыжих лисах. Вот так они играют в вольере, вот так они подходят к руке. Вот, какие они красивые, красивые. Но я вам сейчас показываю домашних лис. Те, которые прошли весь медицинский осмотр, прививки и прочее, прочее, прочее. Если вы так вот увидели, что к вам подходит дикая лиса, ни в коем случае не старайтесь с ней контактировать, ни в коем случае ее не кормите. Потому что лиса может привыкнуть, а не все такие добрые люди, как вы, могут оказаться, могут лису и обидеть, а она привыкнет уже питаться не самостоятельно. Кроме того, лиса в дикой природе лишена возможности получать ветеринарное обслуживание и может быть носителем самых разнообразных заболеваний. Поэтому, если к вам подходит вот такая лиса, старайтесь от нее держаться подальше. Кроме того, в этом году зимой было достаточно тепло, даже снежного покрова как такового не было. А значит, все бактерии, которые были в лесу, остались на листочках, на опавшей листве, на старой траве, и они могут вцепиться сначала в лесу, а потом передаться и вам. Кроме того, если к вам вот такая лиса подходит, это значит, что у нее какая-то проблема. Старайтесь от этого держаться подальше. Одно из самых страшных заболеваний, которые переносит на себе дикая лиса, это бешенство. Так что старайтесь избегать контакта с дикими животными. Лучше приходите к нам, мы вам их покажем. Кроме того, все сказки, а теперь давайте немножечко о приятном. Все сказки, которые были написаны про лису, все сказки имеют под собой правдивое основание. Например, в одной из сказок лиса украла у мужика рыбу, притворившись мертвой. Да. И это абсолютно и правда. Очень часто лисы так охотятся на ворон. Язык вываливается, она каменеет и притворяется абсолютно мертвой. Ворона сначала клюнет ее за хвост, потом попытается клюнуть дальше, а вот тут мгновенно мертвая лиса оживает, и ворона становится ее вкусняшкой и добычей. Поэтому приходите смотреть на наших лис, но ни в коем случае не лезьте к ним в дикой природе. А уж если вы увидели раненую лису, то вызывайте специалистов. Ни в коем случае не трогайте лис самостоятельно. Ни в коем случае. Да. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте мне лайк.